вот товарищи знаете к чему мы подошли на сегодняшний момент мы подошли к вопросу распределение простых чисел дело в том что это важно и мы это успели пронаблюдать когда изучали матрица адамара но мы выяснили что матрица адамара существуют при н там какого-то вида до плюс 1 что такое а много таких п немного таких вообще простых чисел много немного но то что их бесконечно много я надеюсь что каждый знает и даже умеет доказать знаете как доказывается бесконечность числа простых чисел вот и хорошо я не буду рассказывать нет нет но товарищи это это такая вещь которую здесь как-то мне даже неловко рассказывать вот а что я хочу рассказать это как минимум чебышевские оценки то есть асимптотику я рассказывать конечно не буду но что это прямо совсем сложно но что-то может быть скажу я подумаю про это вот значит давайте введем такую функцию пи от x это стандартное совершенно обозначение хотя кажется что пи вроде задействовано для совершенно другого никакого отношения числа к числу пи это пи не имеет это количество простых не превосходящих x можно написать вот так эта сумма по всем п не большим чем x единиц единицу складываем столько раз сколько есть простых чисел не превосходящих x а это количество простых чисел не больше чем x вот долгие годы существовала великая проблема вообще понять как ведет себя эта функция но люди в общем догадались какой-то момент что наверное она ведет себя примерно как дробь икс поделить на логарифм x ну то есть каком-то смысле простых чисел не больших чем x не очень много а именно вероятность попасть простое число стремится к нулю таком банальном смысле слова товарищи вы такую вероятность я думаю знаете я не сильно забегаю вперед правда вот то есть люди догадались что 5 от x это примерно x поделить на логарифм x тот же самый роман уджан которого я упоминал в прошлом семестре он тоже до этого догадался не знаю о том что люди к этому времени уже доказали все вот но он догадался он тоже переоткрыл этот результат просто вот своим гениальным мозгом вот а ну что я сказал да что если взять случайное число от единицы до x то вероятность попасть простое тогда это примерно один поделить на логарифм x но она значит стремится к нулю все при их стремящемся к бесконечности но доказать что-нибудь строго не удавалось очень долго пока не пришел замечательный наш математик пахнути львович чебышев тот вот с этой фамилии известная тонкость я честно говоря не возьму на себя риск утверждать что абсолютно точно надо говорить чебышев но вот в моей окрестности все говорили так и утверждали что это точно правильно я вот гарантировать этого не могу потому что есть люди которые утверждают да нет надо наоборот говорить чебышев но я говорю сюда чебышев но стопроцентно я не гарантирую что это правильно мне кажется что это правильно к сожалению вот в современной традиции же нету написание букв ё только в детских текстах почему-то а я буквы не очень люблю вот он доказал не точный результат а оценки для этой величины утверждение теоремы которую мы сегодня я надеюсь целиком и полностью докажем если не успеем ну значит продолжим следующий раз но я очень постараюсь за сегодня это все сделать она очень красиво доказывается вот для тех кто этого никогда не слышал это прямо но полный катарсис а для тех кто слышал может быть полу катарсис мы еще раз послушаем вот значит утверждение строго говоря такое существует x нулевое такое что для любого икс больше либо равного икс нулевого 5x лежит вот в таких пределах логарифм двойки умножить на пресловутую дробь x поделить на логарифм x не больше чем пи от x не больше чем 4 логарифм двойки x на логарифм x вот такое вот утверждение ну может быть даже чуть-чуть хуже наверное существует x нулевое такое что и здесь надо вычесть какой-нибудь эпсалон а здесь надо прибавить какой-нибудь эпсалон ну совсем махнет ну дайте одну триллионную вычтем и будет почти логарифм двойки ну то есть совсем строго надо говорить так для любого эпсалон большего нуля существует x нулевое такое что для любого x больше либо равного x нулевого 5x лежит в пределах от логарифма двойки минус эпсалон до 4 логарифма двойки плюс эпсалон ну вот с этим сомножить я не хочу так писать с вашего позволения что очень много будет кванта но можно по-другому сказать можно сказать по-другому можно сказать что существуют а больше нуля б больше нуля такие что для любого x а на x поделить на логарифм x меньше либо равняется пи от x меньше либо равняется b на x поделить на логарифм x это тоже конечно будет верно просто я указал эти а и b достаточно высокой точностью именно так и у чебышева и бы если мы не гонимся за константами то можно просто какие-то написать тогда все эти эпсалон будут никакого значения не иметь видите точную асимптотику для пи от x как говорят он конечно не нашел но вот некоторые границы по порядку правильные ему найти удалось он доказал что с точностью до каких-то констант сверху и снизу 5x ведет себя именно как эта дробь вот как предполагалось так и ведет вот я сейчас это докажу так утверждение понятно всем тут присутствующим там присутствующим вот но смотрите значит для того чтобы это сделать надо ввести еще две функции вспомогательные вы потом поймете почему это удобно но пока вот придется такую сделать формалистику давайте я вот тут вот их виду будет функция тета от x которая определяется как сумма по всем простым не большим икса логарифмов этих простых чисел логарифмов натурально ну просто такую функция тета от x например тета от единицы равняется нулю а тета от двойки равняется логарифм натуральному двойки так и вот такую еще функцию все от x ведем это сумма по всем парам п и альфа где п простое а альфа натуральная п простое а альфа натуральная таким что п в степени альфа не превосходит x а суммируются те же самые логарифмы п ну и давайте я здесь еще раз напишу что пи от x это сумма по п не превосходящим x единиц вот сейчас мы установим некоторые соотношения между этими функциями которые нам в итоге помогут доказать теорему чебышова так ну это конечно прекрасно но зум показывает ничтожно мелкие буковки слышно видно я но у меня хорошее зрение то есть вот отсюда я так с некоторым напряжением конечно вижу там написано но я бы немножко это увеличил но вот так наверное лучше а так хуже ладно но сейчас все будет так друзья вот это вот понятно что написано да всем понятно да то есть мы берем не просто все простые числа не больше чем x а еще и все степени простых чисел не больше чем x но суммируем логарифмы п заметите не логарифм п в степени альфа а именно логарифм п это очень важно теперь мы введем такие величины лямда 1 это будет ну давайте скажем верхний предел неважно при x стремящемся к бесконечности тета от x поделить на x именно верхний предел он всегда существует мы не понимаем существует ли этот предел но верхний предел он определен корректно вот мы введем такое обозначение лямбда 1 это верхний предел не самого конечно тета от x а вот такой дроби которая может там хитро болтаться как лямбда 2 соответственно это будет тоже верхний предел при х стремящемся к бесконечности пи от x поделить на x а лямбда 3 это будет верхний предел при х стремящемся к бесконечности пи от x поделенного на дробь икс делить на логарифм x а это часа а это число да про это вопрос или может быть нет 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 а это число конечно то есть вот здесь вот никаких бесконечности нету это константы конкретные константы какие-то строго большие нуля а меньше чем б ну я написал какие константы чего сейчас дискутировать про это вопрос ю тубе там какой-то непонятно на самом деле вот видео это тоже верхний предел конечно извините народ стал сразу начеркивать но ниоткуда не известно что существует предел конечно я просто описался забыл дорисовать увидел вопрос ю тубе а лямбда нет ну лямбда это да лямбда это число понимаете я понял вопрос про лямбда в ю тубе оказывается спрашивают это число или может быть плюс бесконечность может быть то конечно что угодно но мы сейчас кое-что про них докажем в том числе мы как раз докажем теорему чебышева про них и вы увидите что это не бесконечность а как раз там 4 логарифма двойки или что-то в таком духе вот в этом так как раз и замысел давайте пока просто формально введем может оказаться и бесконечности но не окажется не окажется так и точно также введем мю 1 мю 2 и мю 3 это нижние пределы то же самое только нижние пределы если бы мы знали что лямбда 1 равно мю 1 там лямбда 2 равно мю 2 лямбда 3 равно мю 3 мы много бы чего знали мы знали бы что существует предел из этого много чего бы следовало но к сожалению это доказывать как раз очень очень тяжело а мы сейчас с вами докажем пока что вспомогательную лему а потом будет понятно для чего вся эта возня когда станет понятно для чего вся эта возня почему мы эти штуки вводили как они помогают решать задачу ну тогда и наступит катарсис значит пока я утверждаю лишь что лямбда 1 равняется лямбда 2 равняется лямбда 3 а мю 1 равняется мю 2 равняется мю 3 то есть на самом деле изучая поведение функции пи от x при больших иксах вот как формулировки теоремы мы можем произвольно заменять этот ну пи от x деленное на x конечно на x деленный на логарифм x можем заменять на пси от x поделенный на x на тета от x поделенный на x это помогает некоторому удобству создает некоторое удобство это тоже самое только черточка снизу нижний предел то же самое я сказал если бы мы знали что лямбда 1 например равно мю 1 тогда не имело бы смысл рисовать черточки а можно было бы просто да просто написать предел но этого мы не знаем вот пока я хочу доказать что тета от x поделить на x при больших иксах это примерно то же самое что пси от x поделить на x а главное все это вместе примерно то же самое что пи от x поделить на вожделенную дробь x на логарифм x то есть изучать соотношение между пи от x вот этой дробью это примерно то же самое что изучать соотношение между пси от x и x и между тета от x и x вот это нам будет говорить такое разница понятно говорю вот я докажу вот это тут никакой разницы не будет вы сами это сделаете но просто ну вообще никакой разницы в вы сейчас увидите ладно ничего так не страшно все я докажу только вот эти равенства ну смотрите что очевидно очевидно что лямбда 1 не больше чем лямбда 2 как вам товарищи такое грандиозное заявление мне кажется что это очевидно но потому что здесь суммирование только по простым не большим чем x и суммируются вот такие величины логарифм p а здесь такие же величины суммируются но по всем парам простой его его степень и тоже не больше чем x то есть в это суммирование все вот это суммирование безусловно в ходе а может быть еще что-то наверняка еще что-то почти наверняка так что конечно лямбда 1 точно не больше чем лямбда 2 теперь давайте посмотрим внимательнее на пси от x вот у нас пси от x еще раз перепишу сумма по п альфа таким что п в степени альфа не больше чем x логарифм п вот давайте зафиксируем какой нибудь п не больше чем x и зададимся вопросом а при фиксированном таком п сколько всего есть альфа таких что п в степени альфа не больше чем x ну знаете я здесь напишу фиксировали x ой фиксировали такой x п фиксировали п сколько есть альфа таких что п в степени альфа не больше данного числа x это очевидный вопрос на самом деле сколько скажите да логарифм правильно правильно целая часть от логарифм по основанию п от числа x правильно но это очевидно в какую степень надо возвести п чтобы все еще было не больше чем x но самое большее в эту ну целую часть снимете будет в точности x но нам же нужно целое число альфа натуральный поэтому приходится брать целую часть обычную целую часть но я давайте это еще по-другому перепишу это конечно целая часть от логарифм x поделить на логарифм п это обычная школьная программа да вот замечательно но тогда вот эту нашу сумму вот эту нашу сумму жалко что этот так размахнулся то есть вот это равенство она сейчас пойдет сюда немножко не хватило места это равенство сейчас пойдет сюда можно писать так это сумма по п не превосходящим x целая часть логарифм x поделить на логарифм п и умножить на логарифм п просто для каждого п есть ровно столько альфа с которыми п в степени альфа не больше чем x и потом мы еще умножаем логарифм п который изначально суммировался я надеюсь это понятно а это конечно не больше чем сумма по п не превосходящим x логарифм of x видите как все просто то ну целая часть не больше своего аргумента логарифм п сократился остался логарифм x логарифм x от п не зависит выносим его за знак суммирования остается функция п от x то есть можно так написать это пи от x умножить на логарифм x это мы оценили пси от x пси от x не больше чем пи от x на логарифм x ну значит пси от x поделенное на x не больше чем пи от x на логарифм x поделить на x а это и есть вожделенное вот такое вот отношение ясное дело тут вопрос появился или комментарий так а это так это просто 15 минут идет да понятно 15 минут идет наверное даже может 20 ну то есть мы получаем что и для верхних пределов конечно соотношение верно переходим просто к верхнему пределу в неравенстве получаем что лямбда 2 в свою очередь не больше чем лямбда 3 то есть мы доказали цепочку неравенств лямбда 1 не больше чем лямбда 2 не больше чем лямбда 3 правильно а теперь нам надо в обратную сторону но в обратную сторону мы докажем что крайние неравенства крайние величины удовлетворяют нужному неравенству докажем что наоборот лямбда 3 больше либо равняется лямбда 1 тогда мы все зажмем в равенство правильно докажем что лямбда 3 больше либо равняется лямбда 1 Ну тут такая, знаете, казуистика, чисто аналитическая, вот как вас учат анализу? Вас учат ведь анализу, да? Вот там такое жонглирование бывает, иногда похлеще, чем в комбинаторике. Тьфу! Правильно, конечно. Как я старался правильно написать, но мне это не довелось. Спасибо, мне сделали замечание. Конечно, надо вот это доказать. Мы доказали, что лямбда 1 не больше, чем лямбда 2, а оно не больше, чем лямбда 3. А в обратную сторону, что лямбда 1 больше либо равняется лямбда 3. Ну, описался просто, да, конечно. Конечно, хочу доказать вот это. Значит, как мы это будем доказывать? Ну давайте рассмотрим тета от х, конечно, с которым ассоциирован вот этот верхний предел. Это у нас сумма по х не большим, чем п, ой, по п, что ж такое, я все переставляю, по п не большим, чем х логарифмов п. Просто по определению пока что. А дальше мы напишем так. Это больше, ну, так, если совсем аккуратно, наверное, больше строго, ну, неважно, больше либо равняется суммы по, вот так напишем, х в степени гамма меньше, чем п, меньше либо равняется х. Вот логарифм п. А гамма – это произвольное число, вот так напишем, от нуля до единицы. На интервале очень важно, что гамма не равняется одному. То есть зафиксируем любое число гамма, любое число гамма на этом интервале, и каким бы оно ни было фиксированным, это неравенство, безусловно, правильное. Ну мы сузили просто пределы суммирования, правда же? Естественно, больше либо равняется, ну, в меньших пределах суммирования, может быть, не в меньших, там, я уж не знаю, но, наверное, в меньших, если гамма строго больше нуля. Такое вот неравенство. Так, теперь, дорогие товарищи, теперь мы это оценим, это больше, чем сумма в тех же самых пределах, логарифм от х в степени гамма. Ну, потому что п у нас больше, чем х в степени гамма внутри суммирования, значит, логарифм п больше, чем логарифм х в степени гамма. Ничего умного. Ну, извините, пожалуйста, казуистика. Так, это равняется гамма логарифм х умножить на сумму в тех же самых пределах, прошу прощения за занудство, единиц. Но суммирование единиц, это похоже на пи, да? Только тут вот п меняется в т. А, смотрите, какие пределы продуманные, а? Ведь тут строго больше. То есть, это прямо п от х минус п от х в степени гамма. Я не могу тут не поактерствовать, ну, потому что действительно, прям как вот все подобно, да? Вот так вот в анализе учат. Так, равно гамма на логарифм х, а тут получается, как я сказал, п от х минус п от х в степени гамма. Прекрасно. Пользуемся великим неравенством. Пи от х не больше, чем х. Но только пользуемся не вот тут, а вот тут. Ну, то есть, п от х в степени гамма точно не больше, чем х в степени гамма. Согласитесь, товарищи? Раз не больше, но со знаком минус, значит не меньше. Гамма логарифм х, п от х минус х в степени гамма. О, какая красота! Какая красота! Теперь смотрите, такой микрокатарсис аналитический. Но все равно этот анализ, он тоже красивый, если в него всмотреться, не только комбинаторика. Вот глядите, θ от х поделить на х. Мы же сейчас θ от х оценили, да? Мы ее сейчас поделим на х, потому что нас лямбда 1 интересует. θ от х делим на х. Это не меньше, и здесь тоже делим на х. Но давайте я так перепишу. Гамма в скобке занесу п от х делить на х, деленное на логарифм х. А здесь будет х в степени гамма, деленное на х. Ну и давайте умноженное на логарифм х. Я вот так напишу. Не, ну это одно и то же. Здесь я тоже мог в знаменателе нарисовать х, деленное на логарифм х, товарищи. То есть и тут в знаменателе х, деленное на логарифм х, потому что вот он, логарифм х отсюда прыгнул в этот знаменатель. Вот. И тут то же самое, просто смысл разный. Смотрите, гамма, оно фиксировано, но строго меньше единицы. Это означает, что если мы сейчас в этом неравенстве перейдем к верхнему пределу по х, то неравенство сохранится, как учат в анализе, правильно? А вот эта штука устремится в ноль. Мы гамма зафиксировали с самого начала. Понятно, что вот эта штука вся отправится в ноль. Гамма меньше единицы. Логарифм х, это фигня, он растет медленнее любой фиксированной степени х. Помните про это? Вот. Поскольку гамма меньше единицы, эта штука отправится в ноль. У нас получится лямбда 1 больше либо равняется гамма. Здесь стоит просто гамма, умноженная на лямбда 3. Потому что здесь в пределе получится лямбда 3, а здесь получится, как я уже не раз сказал, ноль. А теперь перейдем к супремуму по гамму. Все. Здесь гамма нет, здесь гамма есть, но мы можем взять супремум по гамму. Не максимум, да, он на интервале. Ну и что? Раз это верно для любого гамма меньшего единицы, значит, лямбда 1 больше либо равняется лямбда 3. Все, я доказал замечательную лямбу. Но это такой аналитический микрокатарсис. А как вот додуматься чисто комбинаторно до решения задачи, то есть как вот доказать, собственно, теорему Чебышева, это само по себе очень любопытно. Потому что решение комбинаторное во многом. Да, с нижними пределами доказывается аналогично, это вопрос в ютубе. Конечно, я про это сказал, абсолютно аналогично, то есть переходите просто к нижним пределам, ничего не меняется. Ничего не меняется. Вместо верхних пределов переходите к нижним. Так, ну хорошо, давайте доказывать. Давайте рассмотрим. Все, пошло доказательство теоремы Чебышева. Рассмотрим такую функцию c из 2n по n. У нас вообще очень классно в этом смысле все выстроено, потому что то теория чисел помогает решать комбинаторные задачи, как с матрицами Адамара, то комбинаторика помогает решать задачи теории чисел. Вот сейчас как раз эта стадия. Вот, рассмотрим вот такую замечательную функцию c из 2n по n, число сочетаний. Ну, что про эту функцию можно сразу сказать? Например, можно сказать, что она меньше, чем 2 в степени 2n. Гениальное, правда, замечание? Сумма всех c-шек равна 2 в степени 2n, значит, каждая из них, в том числе, это меньше, чем 2 в степени 2n. Но пока воспользуемся только этим замечательным обстоятельством. С другой стороны, давайте напишем ее еще раз в явном виде. Где-то 2n факториал поделить на n факториал и еще раз поделить на n факториал. Ну, это понятно. Формула для числа сочетаний, мы ее, конечно, знаем. Смотрите, что можно сказать. Это, конечно, не меньше, вот тут больше, меньше строго, а тут не меньше, наоборот. То есть, другую сторону оцениваем, и сейчас вот эти две оценки в итоге сравним. Это не меньше, чем произведение по всем простым числам, которые строго больше, чем n, и не превосходят 2n. Самих этих простых чисел. Произведение всех простых чисел, которые лежат вот в таких пределах. Понятно, почему. Не, ну основная референс, это, конечно, основная теория арифметики. Когда вы будете раскладывать на множители, на простые, приводить к канонической форме факториал, стоящий в числителе, среди простых чисел, которые там возникнут, точно не будет чисел, которые, ну, еще раз, сейчас, как лучше сказать-то, там, наоборот, будут все простые числа, которые лежат вот в этих пределах, и им не с чем сократиться в знаменателе. Вот так надо сказать. По основной теореме арифметики. Раз они больше, чем n, то они не могут сократиться ни с одним сомножителем, находящимся в знаменателе, а собраться из разных сомножителей они не могут, потому что это простые числа. Так, друзья, я понятно объяснил или как-то не уверен? 2n факториал, то есть мы перемножаем все числа, в том числе, большие, чем n. На n факториал-то мы сократили, и потом даже еще раз на n факториал сократили, но мы перемножили числа n плюс 1, n плюс 2 и так далее, 2n. То есть среди этих сомножителей точно есть все простые, которые находятся в этих пределах. И вот ни одно из этих простых, и даже произведение этих простых, ни с чем вот в этом знаменателе сократиться не может по основной теореме арифметики. Понятно? Вот, так что это, конечно, больше строго так для большинства n, ну пусть будет больше либо равно, неважно. Вот есть такое вот замечательное неравенство. К сожалению, это не все. Хотя, в принципе, уже кое-что прорисовывается, товарищи, и может быть вам даже стало понятнее, зачем, например, была нужна функция θ. Нет? Не стало? Не, ну согласитесь, что если я прологарифмирую, тут будет что-то похожее на θ. Сейчас мы это сделаем. Ну, смотрите, короче, у нас получилось, что произведение вот такое вот меньше, чем 2 в степени 2n. Давайте тогда последовательное действие, сейчас это увидите. Вот такое произведение меньше, чем 2 в степени 2n. Ну, прочитали вот так. Меньше, чем 2 в степени 2n. Логарифмируем по натуральному основанию. У нас получается слева сумма по n меньше p, меньше либо равняется 2n логарифм в p. А справа получается 2n логарифм двойки. Вот у меня прекрасный комментарий в ютубе, гениально написано, по-моему, тоже очень классно. Ну, согласитесь, да, вот это уже почти θ, но не совсем. Это θ от 2n минус θ от n. Ну, может, я зря стер определение тета, я не знаю. Это не очень понятный комментарий, что там все ясно, но хотелось бы каких приложений. Во, уже похоже на правду. Все ясно, но хотелось бы приложить. Во, уже похоже на правду. Не знаю, о каких приложениях сейчас идет речь. Приложения я рассказал на прошлой лекции. Приложения – это матрица Адамара, например. И масса еще других объектов, которые мы будем встречать на протяжении многих лет. И учебы здесь, и работы в разных компаниях. Ладно, давайте, значит, посмотрим на это неравенство. У нас получилось θ от 2n минус θ от n меньше, чем 2n на логарифм двойки. Вот, это у нас получилось. Ну, это не совсем неравенство для тета, а нам хотелось бы неравенство для тета получить, чтобы потом пропис судить за счет леммы. Идея же такая. Вот, давайте, следующий гениальный ход. Так, ну хорошо, ладно, тут какая-то дискуссия про постулат Бертрана еще пошла, про это позже я буду говорить. Это в ютубе там какая-то уже дискуссия завязалась, не буду отвлекаться. Вот, смотрите, какая гениальная новая идея. Давайте просуммируем левую и правую части по n равным степеням двойки. 1, 2, 4, 8 и там до какого-нибудь 2 в степени k. То есть пробежимся по n вот таким. 1, 2, 4, 8 и так далее. 2 в степени k. Ну, я так написал, чтобы было понятно, что это степени двойки. И просуммируем все такие неравенства. То есть там будет тета от 2 минус тета от 1, потом тета от 4 минус тета от 2, тета от 8 минус тета от 4 и так далее. Если мы их сложим и заметим, помните, я сказал, тета от 1 равно 0. Вот, если мы их сложим, то у нас получится тета от 2 в степени k плюс 1. Может, я слишком быстро говорю? Или понятно? Успеваете записывать, что происходит? Или трудно? Нормально? Написали каждый из этих неравенств для каждого из таких n, потом все вместе сложили. Слева остается тета от 2 в k плюс 1 степени. Все остальное крест-накрест сокращается. А справа получается сумма геометрической прогрессии от 1 до 2 кивкатой. То есть это меньше, чем 2 в k плюс 1. Я не буду вычитать единицу, я не буду вычитать единицу, я не буду вычитать единицу. Я не буду вычитать единицу, я думаю, что меньше, чем даже 2 в k плюс 2 степени на логарифм двойки. Согласны? Так, теперь я беру произвольный x. А, могу здесь написать. Рассмотрим теперь произвольный x. Неважно, вещественный можно даже, это не имеет никакого значения. Понятно, что для него существует, единственно, конечно, такое k, что, наверное, 2 в степени k меньше либо равняется x, например, меньше, чем 2 в степени k плюс 1. Ну, просто зажмем этот x между соседними степенями двойки. Это, конечно, всегда можно сделать. Единственным образом. Вот. Правильно я написал? Да, я думаю, что правильно. Можно. Здесь меньше либо равно, а здесь больше, это неважно. Тогда у нас получится, что θ от x, ну, θ от x монотонная функция, очевидно, монотонно не убывающая, да? θ от x уж точно не больше, чем θ от 2 в степени k плюс 1 с вот этим k. Раз не больше, чем θ от 2 в степени k плюс 1, то меньше, чем 2 в степени k плюс 2 умножить на логарифм двойки. Но 2 в k в степени не больше, чем x, а значит 2 в k плюс 2 не больше, чем 4x. Не больше, чем 4x на логарифм двойки. Ну, в сущности, вот и все. Отсюда следует, что θ от x поделить на x не больше, чем 4 логарифма двойки. Отсюда следует, что лямбда 1 не больше, чем 4 логарифма двойки. А поскольку интересующая нас величина, это результат, вернее, фигурирует в определении лямбда 3, то мы скажем, что, конечно, и лямбда 3, которое равно лямбда 1, как мы доказали, не больше, чем 4 логарифма двойки. Ну, а это и значит, что, начиная с некоторого момента, p от x не больше, чем 4 логарифм двойки плюс ε на x поделить на логарифм x из определения просто верхнего предела. Начиная с некоторого момента, при заданном ε имеет место такое неравенство. Вообще одной доски хватило, чтобы доказать в одну сторону. Хватило или что-нибудь писать еще? Вопросы какие-то остались. То есть свели естественным образом к тете, а поскольку предел для теты, поделенной на x, такой же, как для p от x поделить на x, деленный на логарифм x, то вот получили итоговый результат для счетчика простых. Вот. Ну, сейчас я чуть подожду, потому что в ютубе у нас задержка идет. Может, он сейчас нам чем-то порадует, с прекрасным вопросом. Вот. Но нам еще надо в другую сторону доказать неравенство с логарифмом двойки. Пока не вижу вопросов. Давайте заметим, что c из 2n по n больше работаем с той же самой c-шкой. Но теперь оцениваем ее не сверху, а снизу. Значит, она больше, чем 2 в степени 2n поделить на 2n плюс 1. Это чуть более сложное утверждение, которое, наверное, следует прокомментировать. Мы знаем по-прежнему, давайте я так в скобках прокомментирую, что c из 2n по 0 плюс и так далее плюс c из 2n по n и так далее c из 2n по 2n равняется 2 в степени 2n. Вот, я думаю, достаточно в скобках этого пояснения, но сейчас я объясню, чего на самом деле нужно сказать. Вот это самая большая c-шка в строчке треугольника Паскаля. Ну, это эмпирически известно, да, как коэффициенты растут. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Они к центру возрастают, потом симметрично убывают. Но это легко доказать, конечно, явно просто. Ну, тривиальное упражнение доказать, что они вот так возрастают, потом вот так убывают. То есть, вот это самое большое слагаемое, а всего слагаемых 2n плюс 1 штука. Нумерация от 0 до 2n. Ну, то есть, самое большое точно больше, чем общая сумма поделить на число слагаемых. Понятно объяснил, да? Вот, надеюсь, что всем понятно, но если что, спрашивайте. Вот, это обратное неравенство, очень милое, потому что, когда вы это будете логарифмировать, то все равно асимптотика будет сосредоточена вот здесь. А логарифм от знаменателя – это ерунда какая-то. Грубо говоря, если поделить его на n, то в 0 все и пойдет. Вот, но это так, это просто интуиция. Теперь возвращаемся к нашей замечательной записи через факториалы в явном виде. 2n факториал, n факториал, n факториал. Ну, тут есть анекдот. В прошлом семестре мне запретили в какой-то мере рассказывать анекдот про ферматиста. Ну, не то, что запретили, а сказали, что да мы знаем ваш анекдот. Вот, что? Я так его тяп-ляп рассказал. Ну, действительно, уже все знают мой анекдот про ферматиста. Тут анекдот не про ферматиста, но он тоже, в общем, довольно известный, потому что я его каждый год в этом месте рассказываю. У нас в МГУ, когда я учился в 90-е годы, был совершенно замечательный студент. Старше меня на год. Он был иностранец. Он повадился ходить на кафедру теории чисел. А я учился на кафедре теории чисел. Вот, повадился ходить студент этот, старше на год. И, ну, он не очень хорошо говорил по-русски. И, как выяснилось, не очень хорошо понимал математику. Приходит он однажды и говорит, обращаясь ко мне и к моему руководителю Мощевитину, слушается и говорит, а сколько нулей на конце числа 100 факториал? Ну, мы ему объяснили. Вот давайте я прерву временно рассказ анекдота исторического. Вы мне скажете, сколько нулей на конце числа 100 факториал? Как это посчитать? Как нули образуются? Это двойки, умноженные на пятерки, правильно? Основная теорема арифметики. Но понятно, что в каноническом разложении числа 100 факториал двоек больше, чем пятерок. Поэтому фактически надо посчитать просто степень пятерки, в которой она входит в каноническое разложение 100 факториал. Ну, во-первых, надо 100 поделить на 5, чтобы просто посчитать, сколько есть чисел, делящихся на 5 от единицы до 100. Это будет 20. Но есть среди них еще числа, которые делятся на 25. Это еще 4 пятерки. 24. И есть числа, которые делятся на 125, но их нет. Поэтому нулей на конце числа 100 факториал 24. Ну, рассказывали мы этому товарищу это дольше. Но он так, о-о-о-о-о. Было очень забавно. Да. Не могу просто. Очень весело. Но самое веселое это дальше было. Через неделю он приходит и спрашивает, сколько нулей на конце числа 1000 факториал. Это конец анекдота. Это анекдот, имеющий прямое отношение к нашему вопросу. На самом деле я могу чего сделать? Я могу посмотреть на каждое простое число, которое не больше, чем 2n, но других простых чисел в каноническом разложении этого целого числа нет. Или давайте я даже так, совсем издалека. Это целое число. В его каноническом разложении есть простые, но они все точно не больше, чем 2n. Очевидно. И вот мы можем для каждого из этих простых посчитать степень, в которой оно входит в каноническое разложение всего этого числа. Но как посчитать? Надо посчитать, в какой степени оно входит в 2n факториал, а потом вычесть дважды степень, в которой оно входит в n факториал. Понятна мысль, да? То есть я напишу вот так. Это произведение по всем простым, непревосходящим 2n, p, и дальше в степени, ну а степень вот формируется так же. 100 поделить на 5, 100 поделить на 25, и потом бац, 100 поделить на 125, уже меньше единицы. Да? То есть здесь надо вот так писать. Это 2n поделить на p, 2n, какой х, 2n поделить на p, 2n на p квадрат, и так далее. Это я написал степень, в которой p входит в разложение 2n факториал. А вычесть я должен удвоенную степень, в которой p входит в разложение n факториал. Целая часть от n на p, целая часть от n на p квадрат, и так далее. Ну, суммы не бесконечные, а до того момента, когда наконец целая часть обнулится, как в случае со 100 поделить на 125. Вот, но я сейчас это немножко по-другому перепишу. Это будет произведение по p не больше, чем 2n. p в степени целая часть 2n на p, минус 2 целые части от n на p, плюс целая часть от 2n на p квадрат, минус 2 целые части от n на p квадрат, и так далее. Сгруппирую по-другому просто слагаемые, то есть из каждой такой целой части буду вычитать удвоенную свою. Из этой, вот эту и так дальше. Конечно, в какой-то скобке сперва занулится вот эта часть, а это еще не занулится. Но в любом случае про каждую из скобок мы спокойно можем сказать, давайте я такое вот утверждение сформулирую, что целая часть от 2x минус 2 целые части от x не превосходит единицы. Сейчас, почему не единицы? Какой единицы? Так, сейчас чего не превосходит? Минус 2. Чего, очевидно, не превосходит целая часть от 2x? А вообще, наверное, единицы, да. Да, наверное, единицы. Можно эмпирически проверить. Подставляем 1. 2 минус 2. Подставляем. Там, не знаю, 1,3. 2,6. Это 2. Минус 2. Нет, я думаю, что получится. В общем, товарищи, это очень смешно. Да, я специально так делаю. Это упражнение. Для меня тоже. Ну вот. Я что-то сходу не доказал, но это, конечно, правильно. Вот, это, конечно, правильно. Ну, ладно. Это действительно простое утверждение, которое каждый может доказать сам. Ну, тогда у нас получается, что все вот это произведение, в свою очередь, не больше, чем произведение по P, не превосходящим 2n. P. В какой степени? Мы складываем столько единиц, сколько здесь есть ненулевых слагаемых. Существует у меня случилась некая бумага. Но давайте я все-таки допишу эту степень, чтобы вы порадовались, а потом я бумагу подпишу. Можно, да? Вот, мне позволяют бумагу подписать чуть позже. Значит, ну, все-таки хочется степень-то дописать, а то как-то будет совсем обидно. Вот, сколько есть таких P, что, ну, не ноль стоит в скобке. Не ноль, ну, не ноль в смысле, я имею в виду, что хотя бы одно из вот этих вот выражений ненулевое. Не сама скобка ненулевая. Скобка, видите, может зануляться как угодно много раз, но она не больше единицы. Понятно, что таких P столько, какова максимальная степень знаменателя вот этой дроби, при которой все еще не ноль. Ну, то есть в какую степень надо возвести P, чтобы получить 2n? Логарифм 2n по основанию P, да? Ну, давайте я это напишу так-то, напишу логарифм 2n по основанию P, но только целая часть. Иначе было бы вообще замечательно, получилось бы 2n, но это не получится 2n. Так, подписываю бумагу, обещал. Подписал. Так, возвращаюсь сюда. Да, ну, на самом деле катарсис наступает в тот момент, когда мы это переписываем. Ну, то есть переписываем в виде логарифм, чего там, логарифм 2n поделить на логарифм P, да? Может, не наступает, кто вас знает. Значит, это равно произведение по P, не превосходящим 2n, P в степени целая часть от логарифм 2n на логарифм P. Вот так. Ну, понятное дело, теперь надо сочетать вот это и вот это неравенство. Ну, здесь нам одной доски, мне кажется, все-таки чуть-чуть не хватит. Ну, и не буду я, наверное, стараться уместить все на одну доску или постараться. Вот тут строчка есть еще, а? А не умещу я все равно. Поехали на следующую доску, чего тесниться. Сейчас сотру. Сейчас. Надо сочетать два неравенства. У нас получается, что 2 в степени 2n, поделенная на 2n плюс 1, меньше, чем вот это произведение по всем P, не большим 2n, P в степени целая часть от логарифм 2n поделить на логарифм P. Согласны? Ну, это мы с разных сторон С-шку оценили. Теперь логарифмируем по натуральному основанию. Получаем 2n логарифм натуральной двойки минус логарифм от 2n плюс 1, меньше, чем сумма по P, не превосходящим 2n, целая часть логарифм 2n на логарифм P, умноженная на логарифм P. Ну, теперь всем должно быть видно, что случилось. Это же Пси от 2n в точности. Это в точности Пси от 2n. Нет? Ну, я могу напомнить, конечно, на определение, но это в точности оно. Сегодня уже писали. Это Пси от 2n. Ну, теперь берем произвольный х, как и раньше, как и в предыдущей части доказательства. Рассмотрим произвольный х. Но, ясно дело, его можно зажать между 2n и 2n плюс 1, наверное. Сейчас сообразим. Значит, нам надо, чтобы... Да, конечно. Тогда можно найти такое n, что х принадлежит 2n, 2n плюс 1. Можно такое n найти? Любой наперед заданный х лежит между четным и нечетным числом. Нельзя, да? Или можно? Ну, ладно. Ну, тут, наверное, отрезок надо пересать. Неважно. Зажмем же. Вот так вот, иксок. Тогда у нас получится, что Пси от х ввиду монотонности функции Пси больше либо равняется Пси от 2n, ну, читаем справа налево вот это неравенство Пси от 2n больше, чем больше, чем 2n логарифм двойки минус логарифм от 2n плюс 1. Сейчас, чушь написал, что ли? Ой, подождите, да, 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 господи, сейчас, секунду. Секунду, какую-то глупость сказал, да? Сейчас, мы просто берем произвольное число. А. Ну, до 2n плюс 2, да, конечно. Да, это какая-то глупость. Так, ну, до 2n плюс 2, ну, конечно, зажмем, правда? Ну, это уж точно. Ну, хорошо, это не очень страшная поправка, но написал глупость, ну, что поделать, бывает. А? Ну, как хотите, знаете, вот, я могу и до 2n плюс 4 написать, мне от этого страшнее не станет. Глупости главное не писать, спасибо, что поправили. Вот, но могу и полуинтервал, конечно, сделать, да, для однозначности. Так, да, да, 2n плюс 2, там тоже в ютубе есть комментарии, спасибо, да, это я что-то глупость написал. Вот, но неважно, потому что, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что 2n плюс 2, так, нет, сейчас, что больше чего? 2n плюс 2 больше, чем x, 2n плюс 2 больше, чем x, а значит, 2n больше, чем x минус 2. То есть у нас получится вот так, 2, а, нет, просто x минус 2. Вот, 2n, 2n больше, чем x минус 2, это вроде правильно. Так, больше, чем x минус 2, тут логарифм двойки, минус логарифм, ну, а здесь надо 2n плюс 1 оценить. Значит, еще раз, 2n больше, чем x минус 2, а, меньше, теперь нужно сказать, да, значит, чего, 2n меньше либо равняется x, ну, значит, здесь логарифм от x плюс 1 будет. Так, следите, товарищи, а то я всякую ерунду могу сказать, но вроде это очевидно. Вот, все, делим все от x на x, это мы переходим к финальному катарсису. Получаем, что это больше, чем логарифм двойки. Это мы x логарифм 2 поделили на x, минус 2 логарифм двойки, поделенный на x, и минус логарифм от x плюс 1, поделенный на x. И переходим к пределу, ну, к нижнему, конечно, теперь к нижнему. Переходим теперь к нижнему пределу, получаем, что мю 2, это нижний предел вот этой дроби, при x, стремящемся к бесконечности, больше либо равняется логарифма двойки. Откуда, конечно, следует, что лямбда, ой, какой лямбда, мю 3 больше либо равняется логарифм двойки, а отсюда следует, что, значит, начиная с какого-то момента, сама функция π от x больше либо равняется логарифм двойки, минус ε, x поделить на логарифм x. И теорема полностью доказана. Ну, по модулю нелепости, которую я тут написал, по-моему, все очень аккуратно получилось. Вот, так что, вроде никого запутать не должен был, по идее, все понятно. А, вот тут в ютубе замечательные комментарии по поводу этой нелепости. Люди проверяют методом тыка. 3,5 не подходит. Вот, нет, ну, очевидно, что часть чисел не подходила под то неравенство, которое я предложил, оно было дурацкое. Вот, ну, извините, да, это тоже бывает, конечно. Так. Так, что мы успеем? Ну, я сейчас некий обзор сделаю дальнейших результатов. Это мы точно успеем. Тут в ютубе упоминался, например, такой факт, который называется постулатом Бертрана. Я традиционно здесь не доказываю его, в общем, это близкое утверждение, но тоже очень важное. Давайте я его сформулирую. Так, а мел я что, не взял? Мне кажется, я ходил за мелом. А, ходил за тряпкой, да? Угу. Вот какой-то мел весь. О! Слушайте, я нашел большой экземпляр. Я долго его искал, там куча мелких таких огрызочков. Они быстро заканчиваются. Ну, да. Значит, смотрите, есть такое замечательное утверждение, называется постулат Бертрана. Я его здесь не доказываю, но, тем не менее, я его сформулирую, потому что я расскажу чуть больше. Постулат Бертрана – это утверждение о том, что для любого х между х и 2х есть простое число. В каком-то смысле это утверждение о том, что простые числа как раз плотно встречаются в натуральном ряде. То есть мы только что доказали, что вероятность встретить простое среди первых х чисел, она все-таки довольно медленно, но стремится к нулю, как единица поделить на логарифм х. Вот. А вот есть такое вот. Утверждение, что все-таки вот если взять х и отступить от него не слишком сильно, то там простое число найдется. Ну, в принципе, что-то подобное можно доказывать просто как следствие из тех неравенств, которые мы получили. И на самом деле, наверное, лучше даже говорить сейчас не про постулат Бертрана и его обобщение, а все-таки что известно в конечном счете про неравенство Чебышева, то есть вот про эти утверждения, которые мы с вами доказали. После Чебышева люди все-таки пытались изо всех сил доказать асимптотику для π от х, хоть какую-нибудь. Пусть не явную формулу такую, знаете, прямо равно х поделить на логарифм х. Этого никто утверждать не может. Но асимптотику. И в конце концов доказали. Значит, вот есть теорема, которую доказали, что самое забавное тот же самый Адамар и независимый Вале Пуссен. Знаете, как все интересно так вот перелинковано, да? То есть мы пришли к этому вопросу в каком-то смысле от матрицы Адамара, зная, что они встречаются в каком-то смысле так же часто, как простые. А с другой стороны сам Адамар доказал теорему о распределении простых чисел. Значит, это Адамар. И другой математик, тоже французский, Вале Пуссен. Вот здесь я старательно рисовал маленькую черточку, что это один человек, да? Знаете разницу? Я говорил уже об этом, нет? Знаете разницу между Гей-Люсаком и Бойлем Мариоттом? Вот есть закон Гей-Люсака, а есть закон Бойлем Мариотта. В одном случае это как Вале Пуссена, это один человек. А в другом случае это два человека. И пишется это в русском языке по-разному. Когда человек один, ставится дефис, а когда человека два, там ставится тире. Ну такой, не тире, а более длинная черточка. Так, Пуссен, да, правильно написал. Называется эта теорема асимптотический закон распределения простых чисел. И утверждает эта теорема, что π от х асимптотически равна х поделить на логарифт. Х без всяких констант. То есть констант это единица. Если вы поделите π от х вот на эту любимую дробь, то при х, стремящемся к бесконечности, в пределе вы получите один. Вот. Ну это тоже результат еще 19 века. Вот они независимо его доказали. Это, конечно, очень мощная теорема, которая доказывается достаточно сложно. Кто-то мне чего-то написал. Понятно. Ну ладно, да, хорошо. Так. Ну, из этой теоремы что-то такое можно, конечно, легко получить, как следствие, но не для любого может быть х, а начиная с какого-нибудь х. То есть утверждение постулата Бертрана из этой теоремы, конечно, следует. Но из тех неравенств, которые мы доказали, следует что-то не такое сильное. Вот. Замечательно то, что вот этот постулат Бертрана можно усилить. И это тоже важное направление деятельности, которое играет роль, когда мы изучаем, насколько плотно встречаются простые в натуральном ряде, в том числе для приложений, в том числе для вопросов о том, вот как аппроксимировать ту или иную функцию, связанную с прикладными задачами. Размерность матрицы Адамар, например. И так далее. Значит, великая проблема, до конца нерешенная, она такая. Вот давайте рассмотрим какие-нибудь функции f от х. Такие, что на отрезке от х до х плюс f от х существует простое число, хотя бы одно. Так, вот так напишем. Для любого х существует p принадлежащее. Я думаю, вот так. То есть нас интересуют функции, зависящие от х, такие, что для любого х существует p на отрезке от х до х плюс f от х. Ну, среди таких функций точно можно взять линейную функцию х. Это постулат Бертрана, товарищ. Правильно? Вот. Усиление состоит в том, что в качестве такой функции можно взять что-то растущее медленнее, чем х. И это очень важный для приложений, в том числе факт. Значит, сейчас известно, что в качестве f от х, это очень сложная теорема, больше ста страниц. Значит, в качестве f от х можно взять вот такую функцию, вида о большое от х в степени 0,525. Видно, да? 0,525. Ну, это гораздо меньше, чем х, а о большое тут важно. То есть я не утверждаю, что для любого х на отрезке от х до х плюс в точности вот эта вот степень найдется простое число. Этого я, конечно, не утверждаю. Я утверждаю, что существует такая константа, может быть, огромнейшая, что для любого х на отрезке от х до х плюс эта константа помножить на эту степень найдется простое число. Вот это я утверждаю. Ну, уж за константой тут не погонишься особо. Зато вот эта вот степень, она, конечно, очень классная. Значит, есть, товарищи, такая великая гипотеза Риммана о нулях зета-функции. Я, наверное, не буду вас грузить все-таки ею, потому что немножко не хватает пока на первом курсе знаний для того, чтобы ее обсуждать так, совсем предметно. Ну, так вот, просто для, не знаю, для общего знания, вот если гипотеза Риммана верна, то, наверное, можно заменить 0,525 на 0,5 просто. Но неизвестно, верна ли она. Вернее, все верят, что она верна, но как-то вот не особо могут доказать. Хотя некоторые считают, что доказывают, но там вот непонятно. Иной раз даже ошибку не удается найти. Непонятно. Ну вот. Но самое интересное дальше. Оказывается, что бог с ней с гипотезой Риммана вообще. Оказывается, что эта проблема сильнее в каком-то смысле, чем гипотеза Риммана. Гипотеза, которая касается вот этой функции f от x, такая. В качестве f от x можно взять o большое от логарифма в квадрате x. Это не x в какой-то степени, а всего лишь логарифм в квадрате. Ну, ничего противоречивого этой гипотезе никто не придумал, но доказать это, естественно, не могут. Все, что доказали, это вот этот результат, это самое лучшее. Я проверял, вроде ничего лучшего до сих пор не сделали. Это результат 2001 года. Вот за 20 лет пока улучшений не было. Там на самом деле, если совсем аккуратно, там не 0,525, а 0,525 минус какая-то 1 триллионная, что ли. Но это 1 триллионная, ладно, бог с ней. Вот, то есть что-то они еще умеют вычитать из 0,525, но не сильно. Вот, это тоже забавно, конечно. Но вот это, запомните этот факт, он нам пригодится еще неоднократно. Ну, да, можно взять o малое, действительно, да. В качестве f от x можно взять o малое. Потому что там все-таки можно вычесть какую-то триллионную из этих 0,525. Что касается порядков матрицы Адамара, то, ну, из того доказательства, которое мы привели, там еще p не любые. Ну, на самом деле, можно брать не только такие p, которые в конструкции p, но и разные другие. Вот, если совокупить их все вместе, то, конечно, получается, что порядки матрицы Адамара плотно встречаются в натуральном ряде. То есть, можно утверждать, давайте я это сформулирую, это сразу следует из того, что я написал. То есть, можно написать вот так, такое утверждение, которое сразу следует из этой теоремы, и существование матриц Адамара для различных простых порядков. утверждение такое для любого n на отрезке от n до n плюс вот это o большое от n в степени 0,525, но только вот это o большое, это то самое, то есть, с той самой константой, которая там есть, не абы какое o большое, а с конкретной константой, которая найдена в теореме Хаксли. Значит, для любого n на отрезке от n до n плюс вот такая вот величина, есть хотя бы один порядок матрицы Адамара. Наверное, что порядки, но может быть только один, не знаю, порядки матрицы Адамара. То есть, они в каком-то смысле очень плотно встречаются между n и n умножить на 1 плюс o маленькая от единицы, порядок матрицы Адамара встречается. Есть порядки матрицы Адамара. Вот, например, мы доказали теорему с помощью матрицы Адамара про дискрипант. Вспомните, была у нас такая теорема, что если n, о господи, как он скрипит, что такое, порядок матрицы Адамара, то существует m, красивая такая, что ее дискрипант, вот это уклонение, не меньше, чем корень из n пополам. Мы доказали такую теорему с помощью рассмотрения матрицы Адамара. Это у нас было, да? Помните? Вот, из того, что я сейчас написал, и что является следствием всех вот этих вот теорем о распределении простых, следует, конечно, что верна вот такая теорема для любого, ну, даже не для любого n. Давайте так напишем. Максимум по m диск от m больше либо равняется корень из n пополам умножить на 1 минус ε от n, где ε от n, некоторая функция, стремящаяся к нулю, при n стремящемся к бесконечности. Ну, то есть здесь говорится, что если n вообще существует, матрица Адамара для данного n, тогда вот так, тогда максимум оценивается таким вот образом. Существует m, у которой дискрипанс не меньше, чем корень из n пополам, это и есть утверждение о том, что максимум по всем m не меньше, чем корень из n пополам. А из того, что эти порядки матрицы Адамара встречаются на очень коротких интервалах, следует, что вообще для любого n имеет место вот такое неравенство с какой-то функцией, стремящейся к нулю. Понятно, да? Вот. Ну, просто, чтобы вы понимали, что на самом деле мы для любого n-теорему доказали, ну, может быть, некоторая не очень существенная асимпатическая поправка, подумаешь. Там верхняя оценка была 6 корней из n, а нижняя оценка, ну, подумаешь, чуть ухудшилась. Все равно она, конечно, примерно корень из n. Так, у меня остается еще сколько? 10 минут. Я бы в этом месте тогда начал уже, наверное, следующую тему. У меня есть время. Значит, следующая тема тоже очень важная, и мы возвращаемся к такой классической теории чисел, примерно такой, с какой мы начали. То есть мы начали этот семестр с символов Лешандра и квадратичных вычетов. Потом мы углубились в какую-то комбинаторику, матрица Адамара, вот эти дискрипанцы, приложения. Вспомнили распределение простых чисел, вот сегодня с этим разобрались. А дальше есть такой совершенно классический, важный объект из теории чисел, который называется первообразный корень. Я думаю, что некоторые из вас знают такое понятие. Я смотрю на аудиторию, и, наверное, туда тоже. Я думаю, что есть люди, которые знают, что такое первообразный корень. Да? Знаете, что такое? Ну, я сегодня дам только определение, которое, может быть, определяет пустое множество, потому что будет совершенно непонятно, существует ли первообразный корень. Но я, может быть, успею объяснить, зачем он нужен. Значит, вот тема большая достаточно, которая нам важна, и важна для приложений, в том числе, называется первообразные корни и индексы. Словом, индекс, вот в этой науке называется аналог логарифма, так называемый дискретный логарифм. Вопрос про матрицу Адамара в Ютубе. Можно ведь делать матрицу Адамара из матриц N и M. Это не дает сильных улучшений асимптотики? Ну, не, ну, это там что-то 2 в степени она дает, если я правильно понимаю, о чем идет речь. То есть это не про асимптотику, казалось бы. Ну, не знаю. Мне кажется, тут не совсем о том. Но асимптотика и так хорошая. Исходная проблема не решена, но зато мы ее закопали внутрь асимптотики. Уже хорошо. Проблему все равно надо решать, конечно. Коды Адамара строить. Мы же еще про кодирование успели поговорить. Вот. И индексы. Вот так. Первообразные корни индексы. Ну, кто-то говорит первообразные корни, но вот как-то так сложилось традиционно в теории чисел, что, по крайней мере, старые числовики говорили всегда первообразные корни. А так, в общем, довольно странно, конечно, да, что ударение на а ставится. Сейчас непривычно звучит. Ну, так вот раньше говорили, по крайней мере. Во времена того же Виноградова говорили точно совершенно первообразные корни. Но я продолжаю как-то традицию, мне кажется, что большинство так и говорит. Вот. О чем идет речь? Вот у нас есть какое-нибудь натуральное число М. Понятно? Нет, наверное, я все не успею рассказать про приложение, видимо, не успею. Но определение я успею дать. Вот есть у нас какое-то натуральное число М. Вот. Что мы знаем? Мы знаем, что если взять и возвести число взаимно простое с ним, пусть А – это число взаимно простое с М, взять и возвести это число в степень φ от М, функция Эйлера, да, число взаимно простых с М чисел, то у нас получится единица по модулю М. Правильно? Теорема Эйлера, которая является аналогом, конечно, теоремы Ферма. Вот. Но для многих чисел, для многих чисел А, φ от М является, вообще говоря, не самой маленькой степенью, в которой А дает единицу по данному модулю. Вполне может стать, например, А равно единице. Зачем ее возводить в φ от М, то есть степень, когда ее можно возвести в первую степень и уже получить единицу. Правильно? Ну и так далее. То есть можно рассмотреть самые разные примеры, когда вместо φ от М можно взять гораздо меньшее число и все равно получить единицу. Вот давайте самое маленькое число для данного А, в степени которого получается единица по данному модулю, называть, ну, либо порядком этого числа, как сейчас это принято, либо еще, говорят, показателем этого числа по модулю. Вот. Значит, такое минимальное дельта, что А в степени дельта сравнимо с единицей по модулю М. Ну, дельта, конечно, не нулевое, понятное дело. Минимальное дельта, такое, что А в степени дельта сравнимо с единицей по модулю М, называется либо порядком, либо показателем порядок или показатель синонима как бы. Числа А по модулю М. Ну, вот вопрос, а существуют ли числа, для которых все-таки φ от М является показателем? Вот если они существуют, тогда эти числа называются первообразными корнями по модулю М. Значит, Ж называется первообразным корнем по модулю М, если его показатель в точности равен φ от М, то есть в меньшей степени не получится. Ну, по модулю 2, по-моему, первообразные корни существуют. Вот возьмите, давайте, для примера, М равное двойке. Чему равняется φ от двойки? Оно равняется единице. Ну, это я издеваюсь, конечно, потому что в качестве Ж вы тогда возьмете просто один и полное счастье, да? Согласны? Кто-нибудь спорить, глупость не сказал? Вроде не сказал. Ну, если вы возьмете М, равное тройке, то на самом деле вы тоже возрадуетесь, потому что φ от тройки у нас равно 2, да? И что является первообразным корнем? Двойка? Двойка, правильно, да. В качестве Ж можно взять двойку. 2 в первой степени не дает нам единицу, а вот в квадрате уже дает по модулю 3. То есть мы точно определили не пустое множество объектов. Это я хочу сказать. По некоторым модулям существуют первообразные корни. Ну, давайте, забегая вперед, я все-таки сформулирую ту теорему, которую мы обязательно докажем в конечном счете. Но, естественно, не сегодня. Первообразные корни существуют, но не по любым модулям. Значит, если m равняется 2, 4 или p в степени α, или 2p в степени α, где p простое, а α натуральное, но без нуля, конечно. Конечно, в немусатовском стиле, да. Значит, α в степени альфа натуральное в школьном стиле, где p простое, а α натуральное, то G существует. Первообразный корень существует. Например, он существует просто по обычному простому модулю. По любому простому модулю первообразный корень существует. Так, где p, а, ну тут надо было сказать нечетное, простое, да, это очень важно. Где p нечетное, простое, иначе, конечно, я ерунду написал. Вот если m равно 2, 4, или вот такого вида, где p нечетное, простое, это очень важно. Тогда первообразный корень существует. Иначе первообразных корней нет. То есть они действительно существуют не всегда. Это теорема, которую мы обязательно докажем, во всей ее полноте. А почему это, в принципе, важно? У меня еще 5 минут есть, да? Ну, я, конечно, попробую объяснить. Но, смотрите, если φ от m, это минимальная степень, в которой G дает единицу, а G в степени гамма уже не дает единицу по модулю m, наверное, не успею все равно, то это означает, что все вообще степени, вот такие, 1, G, G квадрат и так далее, G в степени, а зачем мне 1? Ну, хорошо, давайте я так начну. G в степени φ от m минус 1. Вот так можно написать. Вот эти числа, они пробегают всю приведенную систему вычетов по модулю m. Это все разные числа по модулю m. Потому что, если бы какие-то из них оказались равными между собой, G в какой-то степени альфа сравнима с G в какой-то степени бета по модулю m, то у нас бы получилось, что G в степени альфа минус бета сравнима с единицей по модулю m, но это противоречило бы минимальности φ, как той степени, в которой дается единица. Я понятно говорю? Вот эти все числа разные по модулю m. А это значит, что мы можем корректно определить логарифмирование по основанию G. Вот эти числа, они пробегают всю приведенную систему вычетов по модулю m. Все числа взаимно простые с m. Ну, значит, мы можем однозначно сказать, в какую степень надо возвести G, чтобы получить данное конкретное число из приведенной системы вычетов. Ну, это и называется индексом, дискретным логарифмом. Давайте я вот здесь напишу, вот какие-то, правда, вопросы. А, ну да, 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 да. Это я уже успел поправить, не заметив, правда, замечания. Спасибо. Ну, это вот глупая опечатка. То есть мы можем взять всю приведенную систему вычетов, там какое-нибудь число a, и мы можем сказать, что такое индекс этого числа по основанию G. Это дискретный логарифм, то есть степень, в которую надо возвести G, чтобы получить a по модулю данного числа m. Это есть такое гамма, что G в степени гамма сравнимо с a по модулю m. И это корректно только в случае, если G первообразный корень, конечно. Потому что все степени заметают вот так вот всю приведенную систему вычета. Это понятно? Ну, похоже, практическое приложение, которое, наверное, некоторые знают, а некоторые нет, многие не знают, придется оставить на следующий раз. Ну, потому что у меня просто одна минута остается, я нормально не расскажу. Ну, многие слышали о проблеме дискретного логарифмирования. Пафос состоит в том, что решение вот этой задачи, отыскание вот этого индекса на настоящее время – это абсолютно немыслимо трудная проблема с алгоритмической точки зрения. Никто не знает быстро работающих алгоритмов, с помощью которых можно было бы посчитать такой индекс. На этом основываются алгоритмы криптографии. Не кодирование, вот я вас учил кодированию, с шариками там, не пересекающимися, а именно криптографии, как скрыть от стороннего взгляда информацию. Скрывать ее надо так, надо придумать функцию, которую очень трудно вычислить, по крайней мере, на нынешнем уровне знания, и заставить мерзавца считать эту функцию. А как заставить, я расскажу в следующий раз. Спасибо. 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 Продолжение следует...